...найти совершившего это. Я, кажется, знаю, в ходе улицы строй Гео Мильдер. Подросток признан визуалом и оправдан в фильме. Я этого не совершал. В течение десятилетий его заявления о своей невыполности на улице. Нельзя прекращать надеяться. Это дело привлекает внимание всей страны и доходит до верховного суда. В старых уликах находят новые зацепки. Могут ли прорывы в криминалистике бить настоящего преступника совершать? Ухлад на крови. В основу этой реконструкции убийства положены рассказы свидетелей, полицейские улики и судебный протокол. Кровь на славе. Саскопу. Саскочевал. 31 января 1969 года. Холодное утро в канадских прериях начинается со страшной находки. Школьница находит брошенный на снег труп. В этом маленьком городке произошло жестокое убийство. Саскопу. Саскопу. В 1969 году ему было цветов. И был консервативный и маленький. И убийство здесь. Большое событие. Женщина лет 19-20. Полиция приехала очень быстро. Жертва получила больше 10 ножевых ранений. Горло, грудь и живот. Ее нижний горьер азот. Скорее всего, она была из насы. Очень много крови. Похоже, налезли ножа. Полиция нашла порчавшие снеголезрия ножа, которые не могли обидеть в убийство. Но рукоятки с отпечатки пальцев на него не было. Я отправил людей поискать по периметру. Посмотри, что на краю. Ладно. Детектив. По близости найдены ключи. И маленькая расческа. Они нашли что-то похожее на сумочку. Но собак, как я, не видать, и на пустая сумочка. В плане вещдоков у полиции мало было конкретных объемов. Похода была минус 42 градуса. И никаких отпечатков не было. На месте преступления была кровь. Но с точки зрения криминалистики, это было достаточно. Но есть одна важная улика, обнаруженная на трубе. Табличка с именем позволила установить личность девушки. Это Гейл Миллер. Питер Карлайл Годж занимался Гейлом Миллером не одной секретикой. Гейл Миллер была молодой 20-летней женщиной. Она выросла в маленьком городке в соскочевании. Она любила детей и хотела работать с маленькими людьми. И ее бабушка помогла ей приехать со скотом. Чтобы там прошла подготовка и стала бы помощницей. Инсеструйцы в праве полиции. Убийство Гейл Миллер становится главной газонной волоской. Город отреагировал так, но она не совершила. Это страшно. В городе царит атмосфера страха. На полицию оказывается сильное давление. Необходимо найти из-за того, что он не может. Полиция нашла в кроватях домик Питерсона все трупы, зарубленных топором во время снарики и кровати одного. Нападение на Миллер было последним. Все это страшно. Соскотомица Соскотомица Соскотомица. Накануне ее убийства в соседнем городе семеро человек были от смерти за руку топором. А в самом Соскотомице завершается серия нераскрытых из населения. Соскотоми было несколько совершенных ранее 860 года из населения. И полиция хотела знать причастие совершивших их человек в убийство Миллер. Миллер жила в Миллеровной комнатах рядом с тем местом, где обнаружили ее круг. Детективы поговорили с ее соседями в надежде узнать, что же случилось теперь. Миллер расслабил медицинскую Миллер. Ясно. Если вы не против, мы зададим несколько вопросов, конечно. Но знали, без меня? Одна соседка работала в той же больнице и видела, как Миллер на рано утром пришли в дом. В котором было часы. В 6 часов 45 минут, наверное, она собралась у нас на часовой автобус. Соседка также говорит полиции, что из-за серии изнасилования в городе Миллер постоянно боялась. Миллер рассказал о своей подробности, что проходит в больнице обучение и очень боится диктил на тех автобусной остановке. Боится, что люди могут напасть. Как я понял, ей надо пройти от своего дома до автобусной остановки. Группа Миллер была обнаружена на дорожке между ее домом и автобусной остановкой. По близости были найдены ее расческа, ключи и другие документы. Похоже, ее перетащили на эту дорожку вскоре после того, как она вышла из своей комнаты. Но у полиции по-прежнему слишком много. В надежде найти свидетеля преступления, полиция ходит по домам. Она также просит помощи у ездивших на том же автобусе, что и Миллер людей. Узнаете это лицо? Нет. Но удача им не улыбается. Они опросили много людей. Они обращались в газеты, просили видевших что-либо с ними связаться. Гарс, слушай. Одна полученная информация вызывает их особое беспокойство. Да. Одна женщина говорит, что незадолго до убийства Миллер, но ее было совершено нападение в том же месте. Но и через 30 лет эта женщина хочет остаться на месте. Просто осуществляйтесь о дальнейшем состоянии сегодня. Я вышла из дома с моим родителем и пришла к форусной стороне. И в какой-то момент поняла, что после чего мне кто-то идет. Он протянул руки и, как сейчас это говорят, облапал. Он лапал бедра и просунул руку между ног. Я закричал. Это была моя автоматическая реакция. Я бросила вверх свою учебник и вальчик. И, возможно, это его напугало. Потому что, когда я подняла глаза, его уже не было. Это нападение произошло 31 января в 7 часов утра. В то же время, когда был убитым Миллер. Возможно, этот разъеденный серебряный свинец выбрал Миллер свои машины. Полиция Соскатуна попросила канадскую королевку. Полицию посмотрят, совпадают ли обстоятельства и спрос изнасилов. И те заключили, что совпадают. Возможно, полиция Соскатуна имеет дело с монстром. Север. И дерево расческа. Результаты вскрытия Гейл в нее зловещие. Телесные повреждения подтверждают, что она была изнасилована. На ее форме свинец сперта. Но это не помогает уступить личности убийцы. Спорные показатели. Конечно, в 1969 году технология не позволяла полиции делать то, что они могут делать сейчас. А и не помогает ЛНК-анализировать и получать ЛНК-профиль. Более тщательное изучение одежды в нее дает очень интересную информацию. Ее пальто, честно, ножом. Но ее форма медсестра не повреждена. Как она могла получить больше десятков зубохранений, а легко она осталась цель. Возможно, полиция что-то проглядела, и они возвращаются на место преступления. И на сей раз им везет. Они находят новую улицу. Проведенный анализ образца устанавливает, что это сперта. И, что более важно, она слышна с кровью. ЛНК-профилирование появится только через несколько лет. Но образец крови поможет им сузить крупно-дозреваемый. У убийцы в нее, скорее всего, будет такая же группа крови, что была обнаружена рядом с губами. Они провели большую работу, но у них было мало вещдоков. И было подозреваемое. Полиция хочет раскрыть это преступление и обещает вознаграждение в 2000 долларов за любые полные зацепки. Проходят дни и находятся и приносится в полицию руководство орудия убийства. Но холодная зима уничтожила все руки. Найти отпечатки пальцев не дается. Находят кошелек на игру, но он тоже не дает никаких зацепок. Затем, через месяц после убийства, местный подросток входит в полицейский участок со скотура. Он хочет поговорить с теми, кто занимается убийством Гейл Митле. Все внимание, посоветуйся. Я, кажется, знаю, кто это совершил. Кто убил медсестру Гейл Милгард. Альберт Милгард, по прозвищу Коротышка, живет неподалеку от места, где был убитый юно-помощный телецист. Он дает полиции подозреваемого инверсию убийства. Дэвид Милгард, мой друг. Хотя говорить, что он тут неправильно, я знаю его всю пару лет. Он считает, что, возможно, Дэвид Милгард и есть убийца. Он приехал на машине со своими друзьями. Раньше я не компания видел его друзей. Кэдрин рассказывает, что у танкового дня, когда произошло убийство, Милгард без предупреждения появился у него дома с весьма странной просьбой. Можно я зайду и переодену штаны? Наверное, что нахожу кровь. Дэвиду Милгарду всего 16, но он уже закоренел хитрой. Милгард только что приехал в город со своими принадлежками. Они хотят уговорить коротышку поехать с ними путешествовать за автомобиль. И я ему сказал, ладно, закони. Рон Уилсон тоже входит в компанию Милгарда. Он несовершеннолетний преступник и недавно сидел в тюрьме за владение героиню. Николь Джон – третий человек в машине. Он переодел штаны, и ему не терпелось быстрее поехать. Гэдрейн говорит полиции, что присоединился к этой троице, которые хотели поехать на западное побережье в одежде найти там дешевый какой-то. Мы сели в машину, он представил меня своим друзьям. Он умер с собой. Поехали назад. Гэдрейн говорит, что на дороге Гелгард стал вести себя еще странно. Он сказал, что я хочу от них избавиться. Они слишком много знают. Первый месяц полиции было очень трудно найти, чтобы так вредно. И первая наводка у полиции появилась, лишь когда Альфер Гэдрейн пришел в полицейский участок. И в полиции было не бросающее подозрение. Только тогда появилось, конечно, как-то раскрутить этот дом. Важно было то, что Гэдрейн жил всего в квартале от того места, где нашли друг. В этот дом в тот день я пришел Гэдрейн. Рядом с этим домом также были найдены вещи Гэйл Миллера. Центрикабалах и ее кошелек. Я увидел это у себя в голове. Это знак. Гэдрейн также рассказал полиции, что представлял Миллгарда в роли этого убийцы. Ты хочешь сказать, что Миллгард это зло? Конечно. Да. Это очень важная информация. Но чтобы проверить слова Гэдрейна, полиции нужно подтверждение этой истории. Что скажешь?